Приветствую всех на моём канале! Кто из нас может похвастаться тем, что я так люблю мыть окна? Я думаю, немногие. Вот и я. Раньше я эти окна доме мыла, полировала, старалась так их натирать, чтобы не было разводов. У меня так болели руки, и уходило так много времени на мойку окон, и когда-то я себе сказала, надо решить эту проблему. И я приобрела для мойки окон вот такой ручной пылесос от фирмы KERHER. Именно этой моделью я уже пользуюсь года 2-3. Вот так она называется. Но какую бы модель вы не приобрели, они абсолютно все очень хорошего и высокого качества. Это KERHER немецкая фирма, производится в Германии. И сразу вам хочу сказать, что не дешёвая. Но потратив один раз деньги на вот этот пылесос, вы будете очень довольны. И никогда не пожалеете вложенные деньги. Стоимость именно этой модели была в пределах где-то 50 евро. Купить его можно в интернет-магазине в любом, или просто задать название этой фирмы, забить в интернет, и вам сразу выйдет, где можно это купить. Ну, я, конечно же, посмотрела, где могут купить жители России или бывшего Союза такой же пылесос. Я задала на ozon.ru и нашла там тоже вот такой вот пылесос, ручной пылесос для окон фирмы KERHER на их странице. Ну, тоже в пределах примерно этой же цены. А для жителей Германии я хочу сказать, что намного дешевле его можно купить. Один раз в год его продают в магазине Lidl. В комплекте идут две насадки вот с такой резиновой прокладкой, чтобы собирать влагу с окна. Одна насадка большая, размер ее 28 см. И вот такая маленькая насадка, ее размер, по-моему, 17 см приблизительно. Вот эта резиновая прокладка, она легко очень вытаскивается, ее можно сполоснуть водой и обратно вставить. Насадка очень легко снимается. Здесь по бокам находятся вот такие вот кнопочки на них. Нажимаешь, нажимаешь, и вот так она легко снимается. И также легко насаживается с щелчком. Вот сейчас я ее сниму и покажу вам, что находится внутри емкость для сбора жидкости с окон. Тоже снимается она очень легко. Вот этот вот обыкновенный, вот такой, я не знаю, как его правильно назвать, всасыватель, наверное, спокойненько вот так он вытаскивается и также свободно просто надевается. И также снимается вот эта емкость, которую я потом просто выливаю, споласкиваю и оставляю в таком виде, чтобы она просыхала. Эта насадка снимается тоже очень просто. Здесь имеется тоже вот такой вот нажимной рычажок. Все, она снялась. И вставляется вот эта насадка. Вот видно эти рычажки. Ну и то же самое. Просто нажимаем и меняем. Так как ручной пылесос переносной, его нужно заряжать. Здесь находится гнездо, вставляется сюда штекер для зарядки аккумулятора. Вставляю в резерву. И здесь загорается, мигает вот такая зеленая лампочка. Это говорит о том, что аккумулятор не совсем полный. И он в данный момент находится на зарядке. Когда лампочка или будет гореть, или полностью потухнет, это будет говорить о том, что он уже готов к эксплуатации. Включаю я обычно его на зарядку за пару часов, или бывает даже на ночь, до того, как я начинаю мыть окна. Ну, очень удобно поставить его просто на ночь. Также в комплекте с ним идет вот такая вот емкость распылитель, бутылочка-распылитель. И к ней же идет вот такая швабра с насадкой, вот такой тряпочкой, из микрофибры. Она вот приклеивается очень просто на липучки. Все, и вот. Очень хорошо держится. Сюда наливается жидкость любая, в которой мыть окна. Вставляется вот этот распылитель внутрь. Закручивается. И уже потом вставляется сюда. Также закручивается. Все. Готов к применению. Ну, а теперь я хочу показать, какими средствами я пользуюсь, чтобы помыть окна. Например, зеркала я мою. Беру обыкновенную воду и уксус. И разбавляю, ну, примерно так, на литр воды 2-3 ложки уксуса. Очень хорошо моются зеркала. Не нужны никакие другие средства. Можно для окон применить самые обыкновенные, самые-самые обыкновенные, которые у вас есть в магазине. Очистители для стекол. Ну, а я все-таки пользуюсь вот этим. Это не реклама. Это у меня уже давно. И вот все еще у меня есть. Оно тоже стоит где-то в размере где-то 10-12 евро. Я сейчас точно не скажу. Тоже я в интернет вот так же задала. И нашла сразу, где купить. Без проблем. Это специальное средство для... Вот в ресторанах, в барах моют вот, смотрите, фужеры, всякие вот кружки пивные. Очень хорошо видно, да? Смотрите. Внимательно на название. Этот концентрат, конечно, разводится с водой, но для окон я его не развожу. Я просто его наливаю в бутылку, распыляю на окно и уже потом непосредственно прохожу вот этим пылесосом. Ну что ж, давайте я продемонстрирую его вам на деле. Сейчас я буду мыть вот это окно. Вот у нас было в последнее время очень много дождей, но я его и уже порядком не мыла. И окно это выходит на сторону, на дорогу, где есть от машины. Поэтому, если вам видно, то все-таки здесь, с той стороны, есть капли от дождей. Что я делаю в первую очередь? Я вот ничем, абсолютно ни водой, ничем окно сейчас не мыла. Я вот жидкость, вот эту, которую я вам показывала, распылю на окно. Тряпочку из микрофибры я намочила и немного отжала. И вот теперь я мою окно. Занимает это всего-навсего в минуту, секунд 10-15, не больше. И потом нажимаю вот на эту кнопочку. Это вот где я показывала, индикатор лампочка показывает. Очень тихо работает. И уже вот так прохожу по окну. Смотрите, насколько идеально. А теперь обратите внимание, у самой резинки, конечно же, нельзя эту жидкость убрать. И вот здесь сбоку видно хорошо. Я беру обыкновенные кухонные тряпочные полотенца и просто прохожу вот по этим резинкам. И уже потом вот это сухое окно я обыкновенной тряпочкой для мытья окон сухой прохожу сверху. Вот так. Это, ну, абсолютно не занимает никакого времени, а окно просто идеально чистое. Нет никаких разводов. И я абсолютно, абсолютно не применила никакой силы. Все, окно чистое. Но это с одной стороны. Сейчас я его помою с другой стороны. Там оно более грязное, потому что это с улицы. Если у вас окна уже очень грязные, то тогда можно просто тряпочку, сейчас я покажу, вот любую тряпочку вот такую вот намочить в простой воде или в воде с уксусом. И просто первую грязь слегка помыть, смыть ее. Но я этого делать не буду, потому что у меня окно и так хорошо отмоется. Также распыляю вот этот раствор и мою его. И также прохожу пылесосом. Если во время работы сильно течет жидкость, может быть вода или вот этот раствор, просто иногда можно вот так вот проходить, протирать сухой тряпочкой. И все. С уличной стороны вот эти резинки, они очень забиваются сильно пылью. И когда их начинаешь чистить, они, конечно же, очень грязные. Поэтому обязательно вот таким кухонным полотенчиком аккуратненько надо вот так проходить. Посмотрите, я сейчас вам покажу. Видно как. Вот это все пыль и грязь. С внутренней стороны такого, конечно, никогда не бывает. Ну и в заключении, опять же, прохожу сухой тряпочкой. И вуаля! Окно помыто. У меня заняло всего, я не знаю, 2-3 минуты, не больше. Результат налицо. Зарядки этого пылесоса хватает на 35-40 минут. Вот этот ручной пылесос подходит идеально для мытья окон, душевых кабинок, плитки, стеклянные поверхности. Я даже не знаю, ну много, зеркала можно им помыть. Это очень, очень удобно. С помощью этого прибора любые окна любых размеров будут чистыми в считанные минуты. Дорогие друзья, на сегодня все. Не забудьте подписаться на мой канал. На моем канале вы найдете много интересного и очень вкусного. Не забудьте, у меня есть еще очень хорошие рецепты. А теперь я прощаюсь с вами. Желаю вам крепкого здоровья. До новых встреч. Пока!